КОРИДАТ КАНЕЛОН ПАБЛО МАРТИН и другие. КОРИДАТ КАНЕЛОН Почему у вас в руках документы? Охрана! Герреро! В кабинете Дона Пио Воры! Замолчи! Замолчи! Никто тебя не услышит! Что нам теперь делать? Проверь, не остались ли в сейфе какие-нибудь документы? Молчи! Синьора Тата закричала, боже мой! Видимо, мы попались. Только бы Герреро не проснулся. Боже мой! Господи! Дон Пио выбежал из дома, как сумасшедший. Если он вернется, он убьет меня. Господи! Спаси и сохрани нас! Мне бы следовало помучить вас подольше. Так вы платите хозяину, который вас кормит. Предательством и обманом. Дай-ка я посмотрю на тебя, Лиса. Это ты подговорила дурака мужа не убивать выродка Диаманта, правда? В вашей душе не будет покоя. Она будет вечно гореть в аду. Если ад существует, ты окажешься там первой. С этими предателями покончила. Такие людишки не должны появляться на свет. Остался ты, Ориноко. Я не умру пока. Не убью тебя, Лис. Пошли, Ориноко. Я еще не закончил. Сейчас. Пойди, позови Мороанту. Нет, без тебя я не уйду. Нет. А если вернется Пио, Ориноко? Скорее. Позови Мороанту, Лавизна, пока я тут закончу. На помощь! Не думай, что мне доставляет удовольствие это занятие. Хоть это мне и не нравишься. Я должен забрать документы, компрометирующие Пио Эриса. И ты мне не помешаешь. Мороанту! Мороанту! В этом сундучке. Много секретов. Много важных документов. Ты должна передать их Ориноко. В этом сундучке наказание для Пио Эриса за совершенное им зло. Афанадор не имел права посылать мою дочь в Гуаяну. Аманасар не обязан бегать за Оринокой. Твоя дочь должна выполнить свой долг. Не надо рассказывать мне сказки. В Гуаяне она рискует оказаться в руках короля металла. Неужели ты не понимаешь? Он хочет смерти Оринока. А если он увидит их вместе, он может убить их обоих. Нельзя повернуть время вспять. Пусть река продолжает свой путь. Судьба каждого предначертана свыше. Мы не можем ее изменить. Не уговаривай меня. Я все равно не соглашусь. Я лучше схожу к Туле. Она обещала, что придет со мной попрощаться и до сих пор не пришла. Я схожу к ним сама. Успокойся, мама. Сейчас я тебя выпущу. Ключи у меня. Я только не знаю, какой из них. Дочка, не думай обо мне. Нужно найти доказательства. Они у Оринока. Мы нашли много документов. Надо только просмотреть их. Поторопитесь, пока он не вернулся. Я не смогла остановить Тату. Она заперла меня. Она застала нас в кабинете. Оринока пришлось связать ее, потому что она начала кричать. Господи, опробуй один из этих ключей. Может быть, какой-нибудь подойдет. Подошел. Дочка. Идем, мама. Не будем терять времени. Пойдем, Коренока. Вот схема установки взрывного устройства. Замолчи. Муранта, Лавизна, я нашел. Вот схема установки взрывного устройства. Это доказательство. Боже мой. Господи. Куда он их делал? Где письма? Что случилось, солидат? Эфрейн, где письма? Они мне нужны. Успокойся, солидат. Ты сказала, что они очень важны, и я забрал их отсюда. Эфрейн, ты отдал письма? Эфрейн, пожалуйста, они нужны мне срочно. Успокойся, я никому их не давал. Я ношу их с собой. Я не хотел, чтобы они пропали. Пожалуйста, возьми. Слава Богу. Что случилось, солидат? Пришло их время, Эфрейн. Пришло время доказать, что Пио Эрис убийца. Неужели Пио? Открывай скорее, Эукарис. Что вам нужно? Я хочу поговорить с ловизной. Аманусер, что ты здесь делаешь? Я пришла к ловизне. Не думала, что встречу тебя здесь. Ты слишком рискуешь. Это безумие. Зачем тебе ловизна, Манусер? Я думала, что ловизна скажет, где найти тебя. И, похоже, я не ошиблась. Где вы взяли этот сундучок? Мне дал его Афанадор. Этот сундучок для Оренока. Я хотела пойти в больницу к твоему брату, но я не знаю адреса. Поэтому пришла к ловизне. Что в нем, Манусер? Здесь судьба, уготованная Пио Эрису. Ты не должна узнать, что Пио твой отец, ловизна. Я возьму сундучок, пожалуйста. Пожалуйста. Мама, я не понимаю, откуда ты знаешь, что в нем? Мама. Открой, Эвкарис. Крестная. Крестная. Да ведь это сундучок, который мы бросили в реку, Солидат. Пришло время выложить карты на стол. Теперь мы сможем отправить Пио за решетку. Пришел его час. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Судья Андреас Бресеньо. Доктор, сестра Конкурзия Барбова и сеньор Патрио Моралес. Очень приятно. Я отец Монолита. А я его жена. Сеньор судья, мы зарегистрированы. Да, присаживайтесь. Сеньор судья, мы пришли сразу же, как только нас вызвали, потому что... Доктор Андреаса ваш адвокат? Да. Пусть он изложит дело. Спасибо, что уделили нам время. Мои клиенты просят передать им право на воспитание мальчика Мануло Моралеса. Все это хорошо, но мы не можем начать, пока не... Почему? Разве есть проблемы, Патрио? Да. Надо подождать, пока придет мать ребенка, сеньора Белья Пинто. Где Саша? Где Саша, Кардосо? Франсиско, не надо на меня орать. Куда подевалась твоя модель? Клиенты ждут в коридоре. Где твоя модель? Моя модель? Только не сваливай все на меня. Ты тоже виноват. В чем дело? Ну ладно, хорошо, извини. Просто я нервничаю. Что мне сказать клиентам? Они ждут? Откуда я знаю, что им сказать? Придумаю что-нибудь, что она уже едет, что у нее сломалась машина. Лопнули шины, пришлось вызвать кран. Что ты от меня хочешь? Чтоб я вывернул карманы? Ладно, хорошо. Я их успокою. А ты пока ее поищешь, ладно? Где я буду ее искать, приятель? Я не знаю, куда она подевалась. В здании ее нет. Я позвоню секретарше и скажу, чтобы она проводила их в кабинет сеньора Гонсалеса. Дон Ауреллио, как поживаете? Хорошо. Как дела? Хорошо. Это клиент... Нет, это Дон Ауреллио, глава фирмы. Очень приятно. Рад познакомиться. Мне не до шуток. У меня серьезная работа, сеньор Моралес. Сеньор судья, не сердитесь на меня, пожалуйста. Я только хотел объяснить... Сеньор судья. Сеньор Моралес хотел высказать свою озабоченность в связи с тем, что сеньор Ребеллио манипулирует ребенком. Это субъективные оценки доктора Дон Ауреллио, давайте опираться на факты. Здрасте. Здравствуйте. Монолита, сынок. Не надо ничего говорить, не создавай проблем. Простите, сеньор судья, мы опоздали. Но здоровье Монолита прежде всего, поскольку я его мать, я обязана о нем заботиться. Мальчик у нас болен, к сожалению. Белья, если мальчик болен, то ты одна в этом виновата, патрио. Нет, нет, не останавливайте его. Это же чудовище, которое отнимают у матери сына. Сеньор судья, мы опоздали, потому что... Нам назначил прием педоватор. Педиатр, дурак. Не могли же мы не пойти. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, сеньор. Садись, дорогая. Похоже, Монолита болен. Посмотри на его лицо. Иди сюда, сынок, садись. Вот так. Тулия! Тулия! Куда она могла подеваться? Тулия! Кулиан! Наверное, они уехали, не попрощавшись. Надо же, а ведь обещали, что зайдут к нам. Не может быть. О, Боже! Они убиты. На помощь! Тулия! Тулия! Кулиан! Им уже не поможешь. А если ты дорожишь своей жизнью жизнью близких, сейчас же отведи меня в индийскую общину, туда, где прячется Ари-Нока. Начнем заседание. Адвокат Индуэсо, изложите мотивы, по которым вы просите суд рассмотреть дело о предоставлении прав на опеку и воспитание мальчика Манола Моралеса, его родному отцу, присутствующему здесь Патрио Моралесу. Не плачь, сынок. Никто не разлучит тебя с твоей сестренкой. Никто не отнимет у меня сына. Тише, пожалуйста. Послушай, Хосе Мигель, начинай. Расскажи, сеньору судье, все, что ты должен сказать. Патрио, успокойся. Сеньор судья, как записано в статье 3357, сеньор Патрио Моралес... Статья? Какая еще статья? Белье. Пожалуйста. А ты помолчи, Анастасио, оставь меня. Я должна защищаться. Сеньора, потише. Дайте адвокату сказать. Сеньор Патрио Моралес, обеспокоенный невниманием и плохим обращением, которому подвергался мальчик Манола Моралес... Неправда. Неправда, сеньор судья, это ложь. Я никогда не обижала своего сына. Сеньора, или вы замолчите, или я буду вынужден вывести вас. Продолжайте, адвокат. Он просит предоставить ему право на опеку и воспитание, основываясь на медицинском заключении о том, что мальчик отстает в весе и росте. Послушайте, я никогда не держала сына голодным. Посмотрите, как он меня расписывает. Сеньор судья, как будто я бездушная ведьма. Ты паразитка, плохая мать, которая морит сына голодом. Вот ты кто. Тише, пожалуйста. Анализы и диагноз врачей говорят о наличии у мальчика серьезного заболевания, в связи с чем он должен пройти обязательный курс лечения, который не соблюдает присутствующая здесь мать мальчика. Ну, конечно, конечно. Я дура, я убийца. Не так ли, патрио? Обманщик, кретин. Вы не должны ему верить, сеньор судья. Сеньора, или вы помолчите, или я удалю вас. Нет, нет, нет. Я буду сидеть спокойно и закрою рот. Только пообещайте мне, что вы не отнимете у меня монолита, моего сына. Сеньорита, вот это и есть здание суда по делам опеки. Вот оно. Спасибо. Рад служить, сеньорита. Сеньорита, пожалуйста, возьмите сдачу. Сеньорита! Сеньорита! Что случилось? Почему у тебя такое лицо? Дон Пио? Не подходи, сеньор. Он вооружен. Упрямые твари. Я приказал сжечь общину, а вы снова ее отстраиваете. Что случилось? Что вам от нас нужно? Отведи меня туда, где живет Иринока. Я знаю. Он живет с вами. Сначала отпустите мою жену. Не связывайся с ним, Асунсьон. Пожалуйста, не надо. Послушай свою жену. Здесь командую я. Дон Пио прав. Там в усадьбе в луже крови лежат Тули и Хулиан. Он убил обоих, Асунсьон. Он их убил. Пуля быстрее, чем любое твое движение. Не вздумай хитрить, или я вышибу мозги своей жене. Ещё недавно она была маленькой девочкой. Как больно видеть ее такую молодую в таком месте. Здесь за ней будут хорошо смотреть. Я не могу избавиться от ощущения, что теряю ее. Вы сможете навещать ее столько, сколько захотите. Вам здесь всегда будут рады. Я одна виновата в том, что случилось. Я не сумела вовремя понять, какое влияние оказывает мой брат на жизнь Диаманта. А когда поняла, было слишком поздно. Синьора Хаде. Синьора Хаде. Для него она всегда была вещью. Пешкой на шахматной доске. Он всегда ее унижал. Оскорблял. Он был настолько жесток, что заставил ее забеременеть. А потом требовал избавиться от ребенка. Послушайте, достаточно страданий вашей дочери. Пожалуйста, не расстраивайтесь. Но это невозможно. Вы должны быть сильны, очень сильны. Нет. Я не могу этого сделать. Я всегда была намного слабее Пио. Я не умела с ним разговаривать, не умела защитить дочь. Я ничтожество. Перестаньте. Я осталась одна. Я не посоветовала ей вовремя, не предупредила ее, что нельзя жить. Нельзя жить по указке Пио. А теперь она здесь лежит, на этой кровати, связанная, словно дикий зверек. Я одна. Я не знаю. Не знаю, что мне делать. Как мне теперь жить? Доктор, я одна, поймите. Вы не одна, сеньора Хаде. Я позабочусь о вашей дочери. Ей станет лучше. Она поправится. Я вам обещаю. Верьте мне. Сеньора, наденьте халат. Теперь вы можете поговорить с сыном. Спасибо. Мама. Сынок. Мама. Мама. Мама, наконец-то я рядом с тобой. Где Ореноко, мама? Он словизный. Они пошли за документами, только бы Дона Пьева не было дома. Мама, я должен знать, что происходит. Сынок, пожалуйста, не волнуйся. Меня попросят уйти, и мы не сможем поговорить. Мама, пожалуйста, позвони в особняк. Узнай, что происходит. Да. Пожалуйста, мама. Да, сынок, да. Пожалуйста. Да. Только успокойся. Ты, Белья, ты хочешь уморить моего сына. Ты настоящая убийца и преступница. Неправда. Он на меня клевещет, сеньор-судья. Я клевещу? Да вы посмотрите на нее, сеньор-судья. Посмотрите сами, посмотрите, как бледен мой сын. Вы верите? Патрио не может простить меня того, что я устроила жизнь с другим мужчиной. С Анастасио. Ну, а не с таким бродягой, как он. Это же совсем другой человек. Ты с ума сошла. Послушай, мне нет дела до твоей жизни. Мне нет до тебя дела, Беля. Патрио, не поддавайся. Успокойся. Знаете, он сошелся с этой крашеной блондинкой, чтобы отомстить мне. Вот и все. У нее же нет детей. Так они хотят забрать моего. Тише, пожалуйста. Белья, я только и делала, что помогала тебе. Как ты можешь так говорить? Но это правда. Ты хочешь отнять моего сына? Конечно. Тебе так проще. Даже рожать не придется. Замолчите. Полегче, Беля, минутку. Не трогай Конкордию. А что будет? Что ты мне сделаешь? Не трогай мою жену. Тихо, я сказал. Я пришла к тебе, Хосе Мигель. Что здесь происходит? Вы хотите устроить здесь цирк? Я объявляю перерыв. Предупреждаю. Когда мы возобновим заседание, в зале должна быть тишина. Иначе мне придется прекратить слушание. Вам ясно? Что мне делать? Что делать? Я не хочу потерять Сирию, но я не могу бросить Алекандру одну. Боже мой, как же я влип. Любимый, ты не ушел. Ты остался со мной. Ты выбрал меня. Нет, я не остался, Алекандра. Я еще не ушел, но это другое дело. Для меня этого достаточно. Моя боль проходит, если ты рядом. Я думала, ты меня бросишь. Бросишь ради Сирии. Я снова родилась. Нет, не уходи от меня. Пожалуйста. Клянусь, все изменится, Лансаротте. Мой мальчик. Наша жизнь станет другой. Я буду делать все, что ты захочешь. Я ничего не буду от тебя требовать. Не надо, Алекандра. Мне не нужны обещания. Не надо ничего говорить. Лансаротте, ничего не говори. Ничего не говори. Я понимаю. Я все понимаю. Главное, чтобы мы были вместе. Не покидай меня, моя жизнь, Лансаротте. Никогда не бросай меня. Никогда. Обещай мне, Лансаротте. Обещай, что никогда меня не бросишь. Он бросил меня, Сирия. Меня. Но что сказал он, Сирия? Что-то хозяйка. А он ничего не сказал. Вот именно что ничего. В этом все и дело. Он совершенно запутался в селках Алехандры. Почему он так слеп, хозяйка? Вам надо было поговорить с ним. Ни за что, Сирия, ни за что. Если он захочет разобраться, то сам все поймет. Сирия, послушай меня внимательно. Вот кританция за газ. За свет, за телефон, чтобы ты все оплачивала вовремя. Я не хочу ни задержек, ни штрафов, ни отключений. Ясно? Нет. О чем вы говорите, хозяйка? Сирия, я говорю о квитанциях, о чеках. Ты знаешь, где платят за свет, конечно? Тогда бери и не спрашивай. Вот чек. За следующие 15 дней. Вы платите мне вперед? Сирия, посмотри на дату. Ты сможешь получить точно в этот день. Ясно? Но до него еще далеко. Сирия, ради бога, он останется у тебя. А может быть, вы сразу мне заплатите? Сирия, у меня много дел и мало времени. Так что слушай меня внимательно. Потому что ты не имеешь права ошибаться. Иукарис, неужели все ушли? Евис, ты не представляешь, что творится в доме. Пожалуйста, расскажи мне. Я очень нервничаю. Да, но сначала скажи мне, как Иисус. Прости, инженер, как он? Ему лучше. Но состояние по-прежнему серьезное. Нам остается только ждать. Что с Иринока? Где он? Представь, сюда приходила индианка, которая жила с твоим сыном. Она принесла какой-то сундучок, и они поехали в полицию. Это значит, что они нашли достаточно доказательств против Пио. Боже мой, где же Дон Пио? Он выбежал из дома с пистолетом в руке. Боже, защити моего сына. Господи, спаси его. Он хочет убить Иринока. Он хочет убить твоего сына. Здесь живет Иринока с моей дочкой. Что Иринока делает в вашей общине? Работает вместе с нами. Он помогает нам обрабатывать землю. А где он сейчас? Он ушел утром, и мы не знаем, где он. Так вот, куда Хулиан принес выродка, который должен был умереть. Нет, Хулиан не приносил малыша. Это Иринока нашел его на берегу реки и принес к нам. Какая романтическая и трогательная история. Этот тип спас своего племянника. Вы все сговорились против меня. Как давно Иринока живет с твоей дочерью? Они поженились совсем недавно. По нашим законам они муж и жена. А по моим законам, никто не может вставать у меня на пути. Или я убью его. Так что, если увидите меня на улице, лучше креститесь. Это ужасно, Ассенсион. Он убил Хулиана и Тулию. Успокойся, Набуали. Не могу я успокоиться, зная, что Аммонессер пошла к Иринока. Если он их увидит, убьет обоих. Поймите, нам нужно поговорить с комиссаром. Мы пришли сделать заявление. В чем проблема? Вы не могли бы его позвать? Скажите, пусть выйдет на минутку. Неужели вы не понимаете? Это срочно. У комиссара совещание. Он не любит, когда ему мешают. Он должен нас принять. Это срочно. Неужели непонятно? Это бесполезно, бесполезно. Что здесь происходит? В чем дело? Комиссар, нам нужно с вами поговорить. Это касается короля металла. Подожди-ка. Разве ты не умер? Я не понимаю, что ты здесь делаешь? Я... Я хотела тебя увидеть. Я пришла проститься. Меня ждут. Проститься? Ты уезжаешь? Да. Я еду в аэропорт. Меня уже ждут. Куда ты летишь? Это не важно. Я уезжаю за границу. Несколько стран. Я не могла уехать, не попросив у тебя прощения, Хосе Мигель. Прощения у меня? Да. Я причинила тебе много зла. Но время лечит. Раны заживают. И сейчас ты здесь защищаешь Патрио и Конкордию, как настоящий адвокат. И это правильно. Я всегда хотела видеть тебя таким. Сальвахи. Я знаю, ты будешь лучшим адвокатом страны. И ты будешь очень счастлив, потому что заслуживаешь этого. Заслуживаешь, как никто другой. Сальвахи, подожди. Ведь ты пришла не за тем, чтобы хвалить меня. Я должна сказать тебе об этом. Должна сказать то, что не сумела выразить раньше. Хосе Мигель, понимаешь? Ты... Ты для меня... Прощай. Сальвахи, подожди. Сальвахи, постой. Послушай, судья начинает. Нас зовут. Сальвахи пришла проститься со мной. Ну, я не понимаю. Если она пришла, значит, ты ее волнуешь? Ну, мне показалось, что она хочет мне что-то сказать. Успокойся. Что она может сказать? Что любит тебя. Вот и все. Она меня любит, Патрио. Но она говорила, что не любит, что не желает меня видеть. А теперь... Успокойся. Не забывай. Все женщины таковы. Они сумасшедшие, капризные. Сегодня они говорят да, завтра нет. Потом снова да, уверяют, что любят тебя, не могут без тебя жить. Послушай, Хасамегин. Не пытайся понять женщин. Просто люби их. Ну, а теперь пойдем, потому что судья рассердится на нас, а нам это не нужно. Идем, идем. Мама. Мама, скажи мне все. Пожалуйста, не бойся, я выдержу. Оренока и Лавизна открыли сейф. Я знал, что у них получится. Но я боюсь за твоего брата. Нет, мама, не бойся. Не бойся. Теперь у нас будут доказательства, и Пио придется заплатить за свое коварство. Они поехали в полицию. Делать заявление. Да. Но у Пио Эриса пистолет. Он ищет твоего брата. Я очень боюсь, сынок. Пио Эрис Желаю больших успехов, Саша. Большое спасибо, Дон и Урелио. Пожалуйста, Дон и Урелио. Сеньоры, простите нашу звезду за опоздание, но звезды всегда немного опаздывают. Это придает им шарм. Не волнуйся, Франциско. Такой красавице, как Саша, можно все простить. Все, кроме опоздания на самолет. С вашего позволения, я схожу за шофером, чтобы отвезти тебя в аэропорт. Извините. Конечно, конечно. Сальвахи, ты не могла бы объяснить, где ты была? Не надо мне выговаривать. Неужели? Мы могли все потерять. Перестань, Лой. Мы ничего не потеряли. Так что осмотримся, Лея. Извините. Кардосо, Саша, шофер уже здесь. Пора в аэропорт. Выпьем за Сашу. Больших успехов за ее здоровье. Значит, едем? Да, едем. Большое спасибо за все. Надеюсь, я вас не разочарую. Нет, нет. Мы в тебя верим. Пожалуйста, билеты. Саша, дорогая. До свидания. До свидания. Успехов. Спасибо за все. Сирия? Сальвахи? Я решила принять твое предложение. Я еду с тобой подальше отсюда. Синьор судья, все, что я сказал, правда, и это отражено в заключении. Есть свидетели, что эта женщина даже заставляла своего сына побираться на улице. Это неправда. Все это выдумки. Здесь есть заявления и доказательства, заверенные несколькими свидетелями. Мы ничего не выдумывали, чтобы мой клиент выиграл дело. У меня тоже была возможность убедиться, в каких жутких условиях живет этот мальчик. Сделай что-нибудь, Анастасио. Не будет, по-твоему. Ты, твоя крашеная, не получите моего ребенка. Прекратите, сеньора. Ведите себя прилично. Вы в суде? Вам решать, сеньор судья. Учитывая убедительное медицинское заключение и просьбу, сформулированную доктором Мандуэсо от имени своего клиента Патрио Моралеса, суд предоставляет права опеки мальчика и его отцу. Спасибо, Хоса Мигель. Сеньор Моралес, можете забрать сына в любое время. Иди ко мне, сынок. Иди ко мне. Нет. Ты не заберешь у меня Маналита. Тебе нечего требовать. Этот мальчик вовсе не твой сын. Знай. Патрио Моралес. Отец Маналита, Анастасио, он его отец. Патрио Моралес. Патрио Моралес. Патрио Моралес. Почему в доме никто не отвечает? Лесама! 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 Черт возьми, куда она подевалась. Только бы он меня не увидел. Я не знаю, что ему сказать. Лесама! Сейф вскрыт. Сейф вскрыт. Дон Пио. Дон Пио. Это Лавизна и Оренок. Они приходили и забрали документы из сейфа. Схема установки взрывных устройств. Я потерял время в индейской общине. Дон Пио. В вашем доме живут одни враги. Дон Пио. Они все против вас. Смерзавцы. Как они посмелись. Дон Пио. Они устроили заговор против вас. Даже ваша родная дочь хочет вашей гибели. Дон Пио, будьте осторожны. Вы не представляете, на что они способны. Дон Пио, вы не знаете, что они могут вам сделать. Нет, они меня не тронут. Не будьте таким уверенным, пожалуйста. Послушайте меня хотя бы один раз в жизни. Ты зашел слишком далеко, Ореноко. Я покончу с тобой. Я убью тебя, даже если навсегда потеряю любовь своей дочери. Пио так просто не сдастся. Я хорошо его знаю. Да простит меня Господь. Но я уверена, он скорее предпочтет смерть, чем тюрьму. Крестный, этот человек должен заплатить за зло, которое он причинил. Я пойду. Мне нечего здесь делать. Я выполнила свой долг и ухожу из Гуаяны. Я не буду ждать Ореноко. Я ему не нужна. И все же Ореноко не должен был ходить к ловезни, потому что он мой муж. Амонасер, конечно, нет ничего хорошего в том, что они ушли вместе. Это опасно. Но с другой стороны, ты знаешь, они любят друг друга. Вы правы, это так. Ореноко никогда меня не любил. Он испытывал ко мне только благодарность. Грустно сознавать, что твой любимый любит другую женщину. Мне было плохо. Втайне я очень страдала. Но больше я не буду терпеть. Я больше не выдержу. Я больше не хочу. Она должна смириться. Ореноко ее не любит. Зато она его любит. Моя дочь и Ореноко любят друг друга. У них будет ребенок. Крестная, она беременная, и все же поехала туда. А если начнется перестрелка? Да, я знаю, Дон Пио просто так не сдастся. Боже мой. Господи, крестная, может, поедем туда? Да, так будет лучше. Дон Пио, мы не знаем, вдруг люди в доме вооружены. У Дона Пио всегда была охрана. Дон Пио Эрес, выходите на улицу. Дом окружен. Мы знаем, что вы там. Выходите. И пусть никто из ваших людей ничего не предпринимает. Выходите. Дом окружен. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok